Сейм Литвы 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 Но зато люди, которые с российскими паспортами, которые здесь оказались, они создали единый чатик, там нанимали юристов, пытались что-то сделать и, честно сказать, что-то сделали, потому что удалось смягчить законы, это очень хорошо. Но именно потому что это была самоорганизация людей, которые живут в Литве и хотят здесь оставаться дальше. Политические команды в этом участии не принимали, поэтому, ну, конечно, я даже, тут даже сравнивать на самом деле нечего. Частую инициативу у ряда людей, которые каким-то образом вот оказались в Вильнюсе, решили здесь оставаться. Прежде всего в Вильнюсе, потому что по Литве очень мало в других городах. И белорусскую оппозицию, которая здесь центр, большие возможности, действительно очень хорошие исторические связи с литовскими властями и литовским народом. Вот действительно любопытно, насколько это разные категории. У белорусов есть демократические структуры, а у нас, как вы сказали, чатик у российской оппозиции. Ну, слушайте, у нас не было выборов в России, чтобы у нас был ли единый лидер, как можно сравнивать, несравнимая. Речь немного не об этом, именно о возможности выстраивать свои структуры и объединяться. И как вы тоже упомянули, что какие-то крупные сообщества, какие-то вот известные оппозиционные российские силы, они не особо это поддержали. И действительно очень часто звучит критика в адрес российской оппозиции, что, возможно, некоторые медийные российские оппозиционеры больше увлекаются европейскими грантами, борьбой за ресурсы, нежели помощью своим соотечественникам. Вот как вы оцениваете такую точку зрения? Ну, у нас сложная ситуация. Видите, Россия страна-агрессор, и лидеры российского сообщества очень сильно боятся, прямо скажем, откровенно боятся хоть что-нибудь говорить в защиту граждан России, потому что они, до что он попытался, за несколько слов случилась грандиозная порка. Особенно опасны такие эксперименты в этой части Европы, ну, в общем, по тем же причинам. Здесь все-таки очень сильные постсоветские травмы, есть определенная своя история, поэтому, конечно, нам сложно здесь что-то требовать. Хотя я абсолютно согласен со всеми аргументами, которые сказал коллега, и они все применимы к нам. Нас тоже не спрашивали, мы тоже были против. Нигде в законах России не написано, что надо нападать на Украину и так далее. Но, к сожалению, я согласен, это претензии, которые я разделяю. Кроме там Любови Соболь, которая там писала какие-то письма, вот сейчас пытается что-то сделать. Еще нескольких частных инициатив, крупные политические команды, в отличие от белорусских лидеров, белорусского, так сказать, демократического сообщества, не включились в эту борьбу. Ну, не включились. Валерий, легко ли устанавливается этот диалог с европейскими чиновниками, в частности с литовскими властями? Насколько легко вам действительно донести свою точку зрения и прийти к компромиссу? Если мы говорим о Литве, то здесь история отношений, история белорусского присутствия в Литве, она очень помогает. То, что Литва нас хорошо знает, у нас общая история с Литвой, и то, как Литва вписывается за демократические движения во всем регионе, не только в Белоруссии, но и в других странах, в том числе и в России, это, конечно, очень сильно помогает. Что касается других стран, то здесь нам очень сильно помогает признание Светланы Тихановской как лидера белорусского народа после выборов 2020 года. Она способна открывать двери на самом высоком уровне и в правительствах, и в парламентах. Буквально вчера была организована группа друзей с демократической Белоруссией в Бундестаге. Там теперь у нас есть постоянное присутствие, и мы можем направлять эту энергию и волю немецких депутатов на то, чтобы нам способствовать реализации белорусских интересов. Мы также стремимся к тому, чтобы институционализировать наше присутствие, наши отношения с важными структурами. Например, в Совете Европы в прошлом году была создана контактная группа по отношениям Совета Европы и демократической Белоруссии. Такого не было никогда, чтобы межгосударственная организация выстраивала отношения фактически не с государством, а с комбинацией политических сил и гражданского общества Белоруссии. Мы ищем такие формы, чтобы наши отношения были постоянными, чтобы эти механизмы были максимально практическими, поскольку эту солидарность, эту добрую волю европейских политиков, ее нужно еще конвертировать в практические дела, и это одна из тех задач, на которой мы постоянно работаем. — Федор, вы также упомянули, что российская оппозиция часто предпочитает не заявлять о себе столь громко, опять же, из-за того, что Россия — это страна-агрессор, плюс из-за советского прошлого. Но, казалось бы, российские структуры могли бы выстроить другую, достаточно эффективную работу, а именно осудить путинский режим как режим, который продолжает советские традиции. Четко упомянуть о том, что демократические силы России осуждают все это, что они за процесс декоммунизации. — Это было сделано много-много раз. С первого дня войны это сделано много-много раз. И делается каждый день. Все более-менее значимые лидеры оппозиции, конечно, это сделали. И все группы оппозиции это сделали, поэтому я не очень понимаю, так сказать, вопрос о чем. — Уточню тогда, почему, на ваш взгляд, европейские чиновники все-таки склонны ставить знак равенства между россиянами, даже оппозиционными россиянами, и все равно повторять эти тезисы? — Я поспорю с вами, не склонны европейские чиновники это делают. Это может быть и характерно каким-то особо, может быть, радикально настроенным политикам некоторых стран. В других странах, в Западной Европе, во Франции, в Германии такого подхода нет вообще нигде. И я регулярно и сам встречаюсь и с чудовниками, и с экспертами, и с дипломатами, и не вижу такого подхода. Это действительно есть такая именно в Центральной Европе, там, на уровне стран Балтии, не Литвы, кстати говоря. В Литве не есть такого подхода. В Польше, конечно, украинская дипломатия настаивает о таком подходе. Но есть группа друзей свободной России в Европарламенте, возглавляют и Андрюс Кубилиус, наш большой друг и человек, который очень много делает для помощи и российской оппозиции, и русской оппозиции, и вообще, на самом деле, для выстраивания мостов. И кроме него там есть депутаты. То есть я не могу сказать, что от того, что у нас нет единого лидера, мы ни с кем не контактируем. Наоборот, контактов очень много на разном уровне. В Соединенных Штатах Америки идет большая работа и в европейских странах, и в каждой столице, и на уровне Евросоюза. Вот недавно Юлия Навальная и Мария Певчих встречались с министром страны дел Германии. То есть нет никакой проблемы в контакте. Даже закон Литвы, который принят, на самом деле, если его прочитать, там есть достаточно успокоительная оговорка для тех, кто оказался здесь по политическим вопросам, потому что там что-то прописано, что если эти конкретные люди находятся с помощью правительства Литвы, короче говоря, все эти трудности можно решить. То есть если человек просто здесь оказался случайно, потому что, не знаю, захотел пожить в Литве, то, конечно, ему этот закон осложнит его жизнь. Но если человек здесь оказался с политическим кейсом, значит, у него есть выход на политические структуры, в том числе и на литовское правительство, которое всегда, абсолютно всегда идет навстречу тем, кто здесь оказался не в плане, так сказать, курорта жизни, а потому что по политическим вопросам. Тут никаких нареканий не может быть. И как бы грозный этот закон не звучал, именно в практическом смысле для тех, кто здесь оказался, повторюсь, по политическим кейсам, он никакой угрозы не представляет. Да, действительно, Литва на самом деле очень поддерживает российские демократические силы. И что касается предоставления убежища, тут разговоров нет. Нет, приведу пример, о чем конкретно я говорю. Когда обсуждался этот закон в Сейме, то звучали высказывания вроде «В Беларуси мы видели многотысячные протесты, в России мы такого не видим». Или ссылка, опять же, на кремлевскую социологию, что большинство россиян поддерживают войну. Более того, ссылка на результаты выборов в России, хотя мы, как представители российской стороны, понимаем, что в России выборов нет. На ваш взгляд, почему все равно идет ссылка и на кремлевскую социологию, и на результаты выборов? И из этого делается вывод, что россияне в общем, в своем большинстве склонны больше поддерживать путинский режим. Ну, потому что в каждой стране есть радикальные националистические силы, это нормально, что есть какие-то люди, которые действительно не любят Россию, русских. Вот там нет ничего даже странного, потому что есть, так сказать, в каждой политической системе есть разные группы, которые кто-то не любит одних, кто-то не любит других. Просто сейчас такое время, когда можно смело выходить и в этом говорить. Раз их избрал литовский народ в литовские семьи, почему они не имеют права? Они имеют права. И я не считаю, что все должны, особенно сейчас, нас любить и обожать. Может быть и не за что, но это не позиция, так сказать, большой политикума. Это раз. Во-вторых, ссылка на кремлевскую политологию, это просто постыдно. Давайте тогда верить всей кремлевской политологии, например, признаем итоги референдумов вот в этих оккупированных территориях. Там же тоже были выборы. Если мы признаем те выборы в России, так давайте эти выборы признаем, давайте признаем референдум в Крыму. Получается какая-то интересная история. Вот эти выборы, на которые, кстати, они были фальсифицированы, о чем кричали все в российских, но туда приезжали делегации от Евросоюза. И, кстати, с Лукашенко тоже. Давайте честно, до 2020 года Европа дружила очень тесно. И везде его принимали, ну, ограничено, но таких претензий к ним и не было. Только когда он начал, так сказать, буквально бить и убивать людей на улицах, вот тут, конечно, как-то разрили. А то, что бил русская оппозиция давно говорила, что это ужасный и жестокий диктатор, я это слышал. Так же и здесь. Были протесты в Москве, и пока это было возможно, устраивать массовые протесты в России, они там были. Но просто чем больше дальше шли годы, Путин готовился к войне, протестов было все меньше. Поэтому говорить, что протестов не было, ну, это, честно сказать, грешить против истины. Если бы не ссылаться на итоги выборов, так давайте ссылаться на итоги референдумов в оккупированных территориях. А социологи, ну, я просто не вижу смысла даже комментировать. Давайте северокорейскую социологию почитаем и скажем, все корейцы любят Ким Чен Ын, а все китайцы – представители России. Ну, потому что те, кто не любит представителей России, они в концлагере сидят. Вот, собственно, и вся социология. Валерий, после 24 февраля 2022 года вы лично ощутили какое-то изменение риторики в отношении белорусов? Стало ли тяжелее бороться за права соотечественников за рубежом? Да, действительно, я бы здесь тоже не стал идеализировать наши дела. Это проблема, которая сразу вырисовалась для всех, для нас. Во многих странах, по иронии, в тех странах, которые нас наибольше поддерживали, такие случаи стали происходить. И в Польше, и в Литве, и в Чехии. Это лидеры по поддержанию демократических процессов в Беларуси. И нам и тогда, и до сих пор приходится очень много усилий направить на то, чтобы разъяснять, что происходит в Беларуси, и почему мы не можем ассоциировать действия Лукашенко с волей белорусского народа. Поэтому, да, эта задача для нас остается ежедневной. Несмотря на то, что у нас есть успех, в этом достаточно очевидный, но мы не можем только довольствоваться тем, чтобы в отношении белорусов вводилось как можно меньше ограничений. Мы хотим равного отношения к белорусам. Мы хотим, чтобы у белорусов сохранялась мобильность, чтобы они могли выезжать из Беларуси. Поэтому мы работаем с Европейской комиссией не только над вопросами легализации для тех белорусов, которые вынуждены покинуть страну, но и для тех белорусов, которые остаются в стране, чтобы они имели возможность получать визы шенгенские, национальные, чтобы они могли выезжать, чтобы был обмен, и образовательный обмен, и бизнес-обмен, потому что именно от людей будет зависеть то, что будет дальше происходить в нашей стране. С началом войны чувствовался этот диссонанс. Это часто обсуждало и белорусское иммигрантское сообщество, что только буквально два года назад белорусы были для всего мира примером борцов, а сейчас стали фактически со-агрессорами. На ваш взгляд, за этот год как-то удалось сгладить эти углы именно в отношении риторики, в отношении белорусов? Я думаю, что это изменилось буквально в течение одних суток. То есть 23 февраля белорусы были борцами за свободу, а 24-го уже стали предателями украинского народа. И да, этот стереотип, который сложился буквально на ходу, и это то, с чем мы продолжаем бороться до сих пор, потому что мы понимаем, что белорусская повестка или понимание того, что происходит на самом деле в Беларуси, оно не является ежедневным делом политиков или общественности, рядовых граждан в Европейском Союзе. Поэтому наша задача информировать, информировать, рассказывать о том, что происходит, какое настоящее положение дел. То, что белорусы на сегодняшний день решают такой сдвоенный кризис, это диктатура и это угроза нашей независимости. И это то, что мобилизует. Мобилизует политические силы, гражданское общество. Это осознание угрозы, которая нависла над Беларусью и над нашим обществом, над нашим народом, над нашей идентичностью. И то, что сейчас у нас на территории Беларуси нежелательное, незаконное российское военное присутствие, которое расширяется, которое становится все более постоянным, которое усугубляется, например, решением о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Это все те угрозы, которые нам не позволяют расслабляться, которые нас сближают, разные политические силы, гражданское общество, понимание того, что у нас серьезные вызовы и нам нужно их решать вместе. Я благодарю вас за эту беседу, а с вами мы увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok